Всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в КАЗ! Давненько у нас с вами не было этого проекта, в принципе, давненько не было новых видео, но я вам сегодня обязательно расскажу причины всего этого дела. Ну и, естественно, мы также немножечко поговорим о самой симмочке, которую я создавала. Ещё вчера я сидела и думала, что всё, нужно сделать новое видео. У меня там были некоторые заготовки по Нью-Нью-Кристу, вроде бы, и какое-то ещё создание персонажа. Но это создание я посмотрела было достаточно давно, наверное, около месяца назад. Я понимала то, что, так, мне сейчас нужно вспоминать историю этого персонажа, и, наверное, лучше всё-таки я создам какого-нибудь новенького. И в итоге я проснула сегодня утром, у меня уже утром был первый зачёт. А, подождите, мы с вами ещё об этом не поговорили, мы немножечко попозже это обсудим, пока не будем затрагивать эту тему. Так вот, я сидела и думаю, так, всё, нужно придумать, кого же мне создавать, что мне вообще делать. И тут мне вообще как-то, я не знаю, спонтанно приходит в голову идея создать какого-то персонажа, который будет проживать в Сулане и будет заниматься бизнесом, который связан с отелями. Я не знаю, почему именно вот такие у меня ассоциации в голову пришли. Я сделала несколько выводов для себя, почему же всё-таки я решила сделать именно такого персонажа. Наверное, всё потому, что через неделю уже придёт лето, уже и на улице, где-то погода, солнышко постоянно, почти тепло, и уже вот прям хочется, вот всё, лето наконец-то гулять, там веселиться и так далее. Как-то и с морем какие-то тоже мечты там есть у каждого, я думаю, да. И поэтому, я думаю, то, что именно из-за этих факторов мне захотелось этого такого персонажа. Ну, а отели, наверное, не знаю, это, наверное, какая-то моя больная тема в четвёрке, потому что, когда вышло дополнение «Жизнь на острове», я очень надеялась на то, что у нас появится система отелей или курорт, как они называли в третьей части, и они мне именно в третьей части игры очень сильно нравились. Я уделяла им, наверное, огромнейшее количество времени, мне было это очень интересно, и я, наверное, до сих пор надеюсь, что в четвёрке добавят такую возможность, потому что у нас есть Сулани, курортный город. Вот, так почему бы не добавить отели, чтобы наши персонажи могли их развивать и вести вот такой вот бизнес, потому что, как мне кажется, это было бы очень-очень интересно. Ну, и в итоге как-то вот так вот родилась эта идея создания такого персонажа, и давайте, наверное, я всё-таки быстренько сразу вас с ней познакомлю, и потом мы уже поговорим немножко о других вещах. Итак, зовут нашу Симочку Каймана Оханали, да, такое интересное, необычное имя. Чтобы вы понимали, я специально, специально для того, чтобы придумать какое-то красивое имя, зашла в интернет, и я гуглила, если не ошибаюсь, гавайские, вот именно женские имена. Я не знаю почему, у меня просто Сулани ассоциируют с какими-то Гавайями, Мальдивами, и вот всё в таком духе. Если смотреть на её черты характера именно в кассе, то она дружелюбная, дитя океана и карьеристка. И здесь мне хочется выделить именно одну черту характера, это дитя океана. На протяжении вот всего времени, что я её создавала, у меня вот все, наверное, образы практически у меня сразу ассировались с океаном. Я не знаю почему, у меня, в принципе, ну не в каждом её наряде там присутствует какой-то голубой цвет, который может как раз-таки вызывать эту ассоциацию с морем, с океаном, да. Не знаю почему, но я придумала вот какую-то такую определенную историю, что она очень сильно с детства любит океан, и, кстати говоря, всё, что родилась она тоже в Сулане, и она просто сейчас даже обожает проводить время у океана, либо в одиночестве там, либо с друзьями, в общем, не важно. Знаете, я скажу вам так, если бы я за неё играла, а может быть мы с вами за неё и поиграем на стриме, и мы с вами сможем сделать её русалкой, поэтому, если вы посмотрите это видео, потом пройдёте на один из следующих стримов, то обязательно мне об этом напишите, если я об этом забуду. Итак, ну что, едем дальше, можно ещё также обсудить черту характера дружелюбная, потому что в жизни Кэй её можно называть так, вот я не знаю на самом деле, можно ли это имя так сокращать, но вот я считаю, что именно нашу симочку можно называть либо Кэймана, то есть полным именем, либо Кэй, поэтому мне кажется, что гораздо удобнее говорить Кэй, потому что, не знаю, мне кажется, я просто забуду полное имя, и такая типа, ну да, там какая-нибудь Кэймина, Кэйманена, и что-нибудь его такого в итоге выйдет. Так вот, что касается её дружелюбия, она очень любит общаться с людьми, она очень уважительно относится ко всем своим друзьям, ко всем своим коллегам, и старается, кстати говоря, поддерживать хорошие взаимоотношения практически со всеми жителями острова, потому что, ну, в принципе, в Сулане островочек небольшой, ну, по крайней мере, в моём представлении, народ там живёт немного, и все практически друг друга знают, и поэтому она старается поддерживать со всеми хорошие отношения. На этом мы закончим с характером нашей симочки, давайте немножко подробнее, я расскажу вам про её увлечения. Наверное, лет с 16 Кэй начала увлекаться бизнесом, она начала активно, вот, читать различные книги, узнавать у родителей, что там и как и вообще делается, и поэтому это было одним из её таких основных увлечений, и которое сейчас, как мы понимаем, переросло уже в работу, именно с отелями. Естественно, сейчас Кэй только в начале своего пути, и ей очень-очень сильно помогают родители, они там и привлекают различные инвестиции, как-то просто поддерживают её в её начинаниях, но думаю, то, что в будущем Кэй уже как-то поднаберётся опыта, и, естественно, будет уже делать всё сама. Но в свободное время Кэй либо подрабатывает спасательницей, да, я не знаю, почему мешала в голову такая идея, наверное, опять-таки, потому что я вот всё сидела и думала, что она очень сильно любит море, любит океан, так, всё нужно что-нибудь с этим связанное придумать, и в скором времени вы увидите, что вот в одном из вариантов купальных костюмов я создала ей что-то типа такой рабочей одежды, ну, в общем, вы это немножко попозже увидите. И также иногда Кэй занимается организацией различных праздников, которые проходят в Сулане. Ну что, я думаю, что я рассказала вам всё, что хотела про эту симочку, если вы захотите скачать её себе, то обязательно пишите об этом в комментариях, и я выложу её на скачивание. Ну что, теперь давайте затронем немножечко другую тему, про которую я вообще сначала хотела рассказать в начале этого видео, но потом подумала, что нет, сначала вы послушайте историю, а потом уже, если вам интересно, то послушайте и вот эту самую тему. Вообще, я уже затрагивала эту тему на прошлом стриме, но поскольку я прекрасно понимаю, что многие люди их не смотрят, или кто-то там, например, не заходит, да, и не в курсе событий, я решила также обсудить эту тему именно в этом видео. Ну что же, как я вам сказала в начале этого видео, скоро, совсем скоро, через недельку у нас наступает лето. И для кого-то это весёлая пора, когда вы будете отдыхать, веселиться, а для кого-то это означает наступление сессии, да. Поэтому я уже также на стриме говорила, что вот именно с этой недели, вот с сегодняшнего дня, с понедельника у меня начинаются сессии, начинаются зачёты, экзамены и так далее, и всё это дело продлится у меня до 15 июня. Конечно, у меня там не каждый день зачёты, ну, там такое распространение, немножко, знаете, плавающее, нестабильное такое. Поэтому, конечно, у меня есть какие-то свободные дни, и я постараюсь максимально как-то что-то в них успевать делать, возможно, там какие-то видосики, да. Завтра вот я хочу провести стрим, потому что вроде как у меня там всё по времени получается, но, скорее всего, когда уже будет, наверное, число 5, я думаю, вот тогда у меня будет, наверное, прям 10 дней отдыха примерно, потому что у меня там будет два экзамена, которым нужно будет очень прям серьёзно готовиться, потому что я очень сильно переживаю по этому поводу, и я хочу уделить как можно больше времени экзаменам. И потом, естественно, всё, как бы я всё сдам, естественно, я вернусь, но, как я уже сказала, я постараюсь радовать вас новыми видосами, по крайней мере, вот сейчас, там, ближайшую неделю, да, сколько там, 10 дней осталось до 5-го числа, вот, и, конечно же, стримами. Поэтому, если что, то вы меня не теряете, тем более я буду с вами обязательно держать связь через вкладку «Сообщество» на Ютубе, или в группе ВК писать какие-то посты, кстати, ссылочка из описания под этим видео, так что подписывайтесь. И, кстати говоря, в группе ВК у меня есть вкладка «Товары», в которой вы можете заказать у меня папку «Мос», персонажи на заказ, и также же татуировку для ваших персонажей. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, спасибо вам огромное за просмотр этого видео, если оно вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы здесь впервые, и оставьте свой комментарий. Ну, а с вами была Карина, всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok